Только один день, 23 августа, кировчане смогут увидеть картины, которые были созданы на Всероссийском Воснецовском пленэре. Экспресс-выставка откроется в среду в музее имени братьев Воснецовых. Напомню, в рамках пленэра художники со всей России на протяжении нескольких дней работали над своими картинами. Что у них получилось, наша съемочная группа увидела уже сегодня. Об этом сюжет. В этих произведениях все. Красота природы, самобытность, архитектурного облика Уржума, жизнь горожан. Во время проведения Воснецовского пленэра автора этой работы Алла Полковниченко больше всего вдохновил вид с пожарной каланчи Уржума. Именно с этой точки художница рассмотрела весь город. Это главный собор Уржума. Здесь музей поинфектировали, здесь исторический музей, там пара улиц. Ну, как бы основные достопримечательности получаются, но не вырванные, да, с нами по себе, а в такой достаточно связанной среде друг с другом. Кого-то из авторов пленэра привлекла историческая часть Уржума с ее купеческими особняками и воротами, а кто-то обратился к провинциальному колориту его деревянных домиков. Как отметил позднее председатель Кировского отделения Союза художников Игорь Сметанин, каждый участник мероприятия работал с тем, что ему было интересно. Многие авторы очень интересные художники, непростые художники. И предоставили нам непростые картины на соцзрители. Я считаю, что пленэр – значимое событие в истории нашего края. А это произведение было написано всего за один день, и по итогам пленэра его автор Максим Титов стал лауреатом премии правительства области имени братьев Паснецовых. Я бы не сказал, что это готовая картина для меня, да, это некий такой большой эскиз картине, которую я буду писать уже несколько дольше, естественно, с другой проработкой, и, ну, может быть, что-то изменится, конечно. Максим уже знает, что приедет сюда и в следующем году, и, возможно, станет художественным руководителем юбилейного пленэра. А сейчас кировчане могут познакомиться с его работой и произведениями всех участников на экспресс-выставке. Она будет работать один день, 23 августа, в музее имени Воснецовых. Светлана Халявина, Анна Стефаненкова, Александр Брызгалов. Бюро новостей Давича.